Процесс милитаризации Армении продолжается ударными темпами. Невероятно, но факт. Активно защищающий принцип территориальной целостности в контексте российско-украинского конфликта «Запад» активно накачивает наступательным летальным вооружением страну, еще недавно оккупировавшую 20% территории Азербайджана и до сих пор отказывающуюся исключить из своей конституции территориальные претензии на Карабах. Страну, являющуюся одним из главных хабов по обходу антироссийских санкций, а также входящую в ОДКБ и ЕАЭС. Создавая Армении возможность заработать на российско-украинской войне, США, Франция, Евросоюз спешат вооружить становящуюся с каждым новым полученным снарядом все более агрессивную и реваншистскую Армению. Тяготеющая к западному блоку Индия также осуществляет интенсивные поставки. Активно к накачке армянской армии современным вооружением присоединился и наш братский южный сосед – Иран. Но обо всем по порядку. Согласно эксклюзивным материалам, полученным нашей редакцией из проверенных дипломатических и военных источников, за последние несколько недель в Армению были доставлены современные французские 155-мм самоходные артиллерийские установки «Цезарь» и их комплектующие части, а также противотанковые ракетные комплексы и ракеты типа «Воздух-воздух». Как стал известен «КалибрАС», вооружения отправляются из французского аэропорта Орли в иранский аэропорт Мехрабад, откуда иранская авиакомпания «Мираж» доставляет вооружение непосредственно конечному адресату – Армении. Подтверждающие факты, с которыми имела возможность ознакомиться редакция «КалибрАС», свидетельствуют о том, что в Армению на данный момент был доставлен один дивизион самоходных установок «Цезарь» – 12 штук. Чтобы лучше понимать масштаб поставки, на момент начала российско-украинской войны на балансе французской армии было всего 76 «Цезарей». Помимо этого, армянская армия получила в своё распоряжение десятки ракет Р-511 и Р-530 класса «Воздух-воздух», тридцать противотанковых ракет «Ерикс», десятки гранатомётов немецкого производства ДМ-32, известный также как «Бункерфауст», а также противотанковых систем «Панцерфауст-3». Более того, вооружённым силам Армении было поставлено порядка 500 одноразовых ручных реактивных гранат «Апилас» французского производства и 50 американских противотанковых ракетных комплексов BGM-71 «ТОУ». Среди вышеперечисленного наше внимание особенно привлекли французские ракеты Р-511 и Р-530 класса «Воздух-воздух». По оценкам военных экспертов, после проведения соответствующей модификации они будут установлены на современных истребителях Су-30СМ, находящихся на балансе военно-воздушных сил Республики Армения. Тех самых, которые Россия поставила, по признанию Никола Пашинена, без ракет. Прецеденты подобных модификаций имеются в Индии, и не исключено, что процесс адаптации будет осуществлён уже имеющими соответствующий опыт индийскими военными специалистами. Наконец, отметим наличие немецкого и американского вооружения в номенклатуре военных поставок. Факт его поставки в Армении свидетельствует о том, что Германия и США выдали французам соответствующие разрешения. Без процедуры согласования немецкие «Панцерфаусты» и «Бункерфаусты», а также американские «Тоу» не могли оказаться в распоряжении армянской армии. О том, что США участвуют в милитаризации Армении напрямую, мы уже подробно сообщали. Участие же в этом процессе немцев. Новая информация. Азербайджанская сторона также осведомлена о том, что параллельно с переброской французского оружия по воздушному пути иранский морской порт Бендарабас принимает военные грузы из Индии, также предназначенные для дальнейшей транспортировки в Армению. Примечательна и следующая деталь. Как французское, так и индийское вооружение, поставляемое Арменией, частично декларируется официально, частично же провозится под наименованиями товаров гражданского назначения. Это, в свою очередь, является грубейшим нарушением международного торгового права и международных нормативно-правовых актов, регламентирующих логистическую деятельность. Говоря проще, речь идет о контрабанде. Целью же подобной смешанной схемы официальных и серых поставок является введение в заблуждение азербайджанской стороны о реальных масштабах милитаризации Армении. Очевидно, нам хотят устроить сюрприз. Ереван активно готовит к новой войне против Азербайджана. Причем делается это в невероятной спешке. Этим, в свою очередь, пользуется КСИР в целях военно-промышленного шпионажа. Как нам стало известно, под предлогом таможенной проверки французское и индийское вооружение в Иране искусственно задерживается. Причина, конечно же, не в желании помочь Азербайджану, а в том, что иранские военные специалисты, пользуясь открывшимся окном возможностей, досконально изучают французские военные разработки, в особенности детища компании «Некстер» — «Сао Цезарь». Ведь в иное время иранский оборонпром не мог и мечтать о таком подарке судьбы. Нервы Франции не выдержали лишь однажды. Иранская сторона начала полноценный разбор «Сао Цезарь» на детали, после чего сотрудники спецслужб посольства Франции начали бить тревогу и требовать прекращения подобной практики. Однако иранская сторона осталась непреклонна. По ее мнению, такова дополнительная цена для Франции за поддержку Армении. Париж иранскую горькую пилюлю был вынужден проглотить. На какие жертвы не пойдешь ради сестры Армении? Так что можно смело ожидать, что в скором времени западные военные наработки будут активно использоваться вооруженными силами Исламской Республики Иран и многочисленными иранскими прокси на Ближнем Востоке. Как отмечают наши собеседники в военно-дипломатических кругах, история с поставками западных вооружений армянской армии вызвала у официального Баку огромное разочарование поведением иранских партнеров. Иран, на словах всегда ратующий за политику регионализма и недопущения в регион внешних акторов, сегодня выступает в роли транзитной страны для поставок западного вооружения, а также производимого по западным лицензиям индийского вооружения в Армению. То есть своими действиями Тегеран сам же и способствует укреплению позиций НАТО на Южном Кавказе и превращению Армении в западный бастион в регионе. Мы уже не говорим о политике мусульманской солидарности и шиитского братства, являющейся, опять же, на словах, главным ценностным принципом внешней политики Исламской Республики Иран. Как говорится, проходили. Видели, как за 30-летнюю историю оккупации наших земель, так и в ходе 44-дневной войны. И то, что иранская армия преграждала путь нашим передовым спецподразделениям, продвигавшимся на Зангеландском направлении, в Азербайджане тоже не забыли. Сейчас мы в очередной раз становимся свидетелями поддержки нашими шиитскими братьями реваншистской Армении, на протяжении 30 лет с маниакальным упорством, стиравшей следы исламской культуры и содержавшей свиней в разваленных мечетей Карабаха и восточного Зангезура. В Баку искренне верили, что с учетом позитивной динамики Азербайджана-иранских отношений новоизбранный президент Масуд Пезешкиан, вроде бы гордящийся своим азербайджанским происхождением, будет содействовать умиротворению региона и в том числе прекращению транзита западного оружия через Иран. Однако этого не произошло. Напротив, объемы транзита вооружений в Армению стремительно растут. К сожалению, на этом череда иранских недружественных шагов по отношению к Азербайджану не заканчивается. После тщательной проверки источники азербайджанской стороны подтвердили сенсационную информацию о том, что Иран и Армения подписали секретную оружейную сделку на 500 миллионов долларов. Издание Iran International, первым сообщившее об этом, не ошиблось. Несмотря на заверения иранских партнеров в частных беседах и официальной коммуникации о фейковом характере данного сообщения, проведенная проверка фактов и источников позволяет сделать неутешительный вывод. Иран, дав добро оружейной сделке с Арменией, решил в очередной раз заработать на крови азербайджанцев. Что ж, видимо, некоторые страны, как и люди, не меняются. В завершении отметим, что вся информация, указанная в данной статье, имеет своё фактологическое подтверждение. Как и в случае с военно-транспортными самолётами ВВС США, приземлившимися в аэропорту Звартноц, все доказательства соответствующих портов и аэропортов Ирана и за его пределами будут опубликованы в подходящее время. Страны, якобы восстанавливающие региональный военный баланс с поставками вооружений западного образца в Армению, не только не приближают мир на Кавказе, но наоборот делают неизбежным новый виток многолетней кровавой армяно-азербайджанской конфронтации. Армению и Азербайджан вновь толкают в кровавый омут. Свою долю политической и исторической ответственности за грядущие трагедии региона и вынужденную ликвидацию армянской государственности будут нести все страны, участвующие в процессе вооружения и транзита оружия в так и не излечившуюся от реваншизма Армению. Видимо, азербайджанская армия вновь будет вынуждена выступить в роли хирурга и терапевта в одном лице. Победа будет за нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова